Сегодня хочу вам рассказать про томаты, семена, которые сею. Основную часть, наверное, которую я здесь подобрала в прошлом году, сеяла впервые. И повторюсь, прошлый год средний класс России, недалеко от Москвы, город Калуга, был не показателем, потому что в теплицах, в основном я в теплице выращиваю, так как стояла жара, пыльца стерилизовалась, конечно, эвки, на них это не влияло, они хорошо завязывали кисти, а вот сорта в этом плане чуть-чуть пострадали, потому что пыльца была стерильная и, конечно, завязываемость произошла не 100%. До этого видео я снимала новинки, которые на этот сезон купила, а это, повторюсь, то, что сеяла. Небоскреб в прошлом году сеяла впервые. Сорт мне понравился. Не сорт, а гибрид, буду правильно называть. Ну, гибриды, конечно, мы к ним привыкли, завязывают хорошо, но попадались мне такие, которыми не очень я была восхищена. Значит, хороший гибрид, высота 1,82 метра, индент. Так, масса плодов 150 граммов. Кисти завязывает 7,9 штук. Кисти, да. Хороший урожайный. Мне понравился. Сейчас вам почитаю, что здесь такое основное. Ну, масса была сказана. Насыщенно красный, плотный, с толстыми стенками томаты. Не имеют зеленого пятна у плодоножки. Ну, отлично хранятся. И в основном, вот из-за чего все-таки сорта я люблю для салатов, для еды, да. Все-таки гибриды, ну, в массе своей, они плотноватые. Некоторые их называют искусственные томаты. Ну, вот попадаются среди гибридов не особо плотные, но все-таки плотноватые. Вот так я их называю. В общем, хорошие. При хорошей агротехнике урожайность может достигать 12-18 килограмм с квадратного метра. Это хорошая урожайность. Но всегда я говорю, кто-то, возможно, со мной не согласится. Это я ранее нарезала, начеренковала, так сказать, верхушки. Кто-то со мной не согласится, но я считаю, все-таки зависит от подкормок, от самой земли, какая она у вас по составу. От этого зависит урожайность в том числе. Сорт Холмстед тоже в прошлом году первый раз высевала. Но, мне кажется, он себя не показал. Буду пробовать еще. Но урожайность была хорошая. Значит, тоже 1,8-2 метра. 20 килограмм с квадратного метра. Так, отлично плодоносит в жарком и влажном климате. Была жара. Влажности, мне кажется, тоже хватало. Но как-то вот хочу еще попробовать в этот год. Хорошая была урожайность. Хорошая. Но мне казалось, что она должна была быть лучше. Удивительно ароматные помидоры массой 600-800 граммов. Можно вырасти гиганты массой килограмм и более. Ну, в общем, так особо. Густая листва защищает водой от солнечных ожогов. В общем, это сорт создан в США в 50-х годах. Растение мощное. Высота 1,8 метра и более. Мощное растение, но я от него ожидала больше урожайности. Ну, вот сейчас я рассказываю. Иногда еще в комментариях люди пишут свое мнение. Тоже выращивали. Поэтому вот, может быть, кто-то свое мнение скажет, расскажет. Все-таки климаты у нас разные. Кто-то растет. Большей частью, конечно, похоже. Но, тем не менее, отличаются. Средняя полоса. Чуть южнее. Тут подальше. Все-таки отличия есть. Мармандэ. Очень люблю этот сорт. Мармандэ. Но я называю Мармандэ. Сейчас мне кажется, что на французский лад будет именно так. Но это не важно, где поставить ударение. Важно, что он вкусный. Так. 11-15 килограмм с квадратного метра. Я бы его назвала достаточно урожайным. Но, учитывая, что это сорт и это вкус, я бы все-таки назвала его урожайным. 1,4-1,6 метра. Масса до 250 грамм. Клады многокамерные, мясистые, сладкие, с приятной кислинкой. Средняя масса 140-180. Но все-таки 250-300. Это первая кисть. Потом они в среднем до 200. Потом помельче. Так. Французский великтовый сорт. Бифтомат. Известен тем, что хорошо плодоносит в прохладных погодных условиях. И подходит для выращивания в открытом грунте. Но я выращивала в теплице. Но он вкусный. Поэтому кто-то вот может скажет свое мнение, кто уже выращивал. Возможно, что кто-то захочет вырастить. Кто еще не про? Микаду. Микада карамельный, микада черный. У меня получилась ситуация, что у них может быть и есть разная урожайность. Не знаю. Микада карамельный по урожайности был ниже, чем микада черный. У меня вот так произошло. Но все равно я вот такие вот карамельные. Вот белые я их называю. Белые. Но у них цвет слоновой кости. Я очень люблю томаты. И черрики выращиваю. И просто вот такие. Они вот именно не желтые. А цвет слоновой кости. Или карамельный. Правильно замечено. Очень красивый цвет. И, во-первых, они полезны тем, у кого может быть аллергия. То есть вот эти томаты есть можно. Поэтому выращиваю. Вкусные. На мой вкус они кажутся вкусные. А вот увидела. У него урожайность, видите, 12-13 кг с квадратным метра. А у этого 14-17. Вроде бы 13-14 похоже. Но, повторюсь, у черного была урожайность выше. Но очень вкусные. Вот разрез. Они именно такие есть. Конечно. Но, в принципе, если вот так уж не копаться, мясистыми их назвать можно. Это сорта, повторюсь. Так. Микадо карамельный. Масса 400 грамм. Это максимальная. В основном 200-250 грамм. Нежный сладко-карамельный вкус мясистых, но сочных томатов. Повторюсь, мне очень нравится. Кто хочет, попробуйте. Очень хорошие сорта. Очень вкусные. Так. Крепкие инденты. Высота до 2 метров. Плоды потрясающие на вкус. Мясистые ароматные массы 250-320. На среде красивого темно-красного цвета. Есть 5-7 завязей. Я выращивала в теплице. Повторюсь. Темный. У меня был урожайный. Поэтому, кто хочет попробовать, покупайте темный. Это у меня черный Микадо. Опять же, есть они разноцветные. Жозефина. Это гибрид. Честно говоря, тоже думала, что урожайность будет повыше. Возможно, я как-то предвзято отношусь. Но еще буду сажать. Хорошая урожайность. Опять же, лето было жаркое. 18-20 здесь заявлено. Я, конечно, не взвешиваю кисти, чтобы потом прикинуть, действительно ли она совпадала в 20-20. Я просто наблюдаю, сколько кистей формируется. И приблизительно можно посчитать. То есть, наполненные ли кисти, как они созревают для меня, тоже важно одновременно или нет. То есть, этот сорт можно назвать, вот я могу назвать хорошим урожайным. Не сорт, а гибрид, опять же. Но я ожидала от него большего. Буду сеять снова в этом году, чтобы уже сформировать свое мнение. Опять же, можно собирать из гибридов. Я собираю семена. В том году не стала собирать, потому что буду высевать снова в этом году. И уже свое мнение сформирую полноценное. Но урожайность была хорошая. Так, высота метр восемьдесят два, опять же. Плоды 300-350 грамм. Ну, в теплицах я выращиваю, их рекомендуют в теплице. Кисти простые, 6-10 плодов. Ну и, соответственно, урожайность я уже вам назвала. Еще форма и цвет у него красивые. Такой желтый. Когда перевисит, у него такая вот даже розовинка появлялась. Ну, в общем, надо пробовать. Корозон. Хорошие, урожайные. Мне понравились. Я даже собрала свои семена. Бифтомат оригинальной формы. Ну, форма вот именно такая и была, как узелок. Не знаю, как ее назвать. Как будто узелок вот так мы собираем, когда, да. Устойчив к высоким температурам. Возможно, это тоже сыграло. Но, опять же, гибрид. То, что было жарко, на них особо не повлияло. Гибриды хорошо завязывали в том году. Потрясающий вкус и урожайность тоже от французского производителя семян. Так, 250-280. Сахаристый на разломе. Практически без семян. Мякоть очень вкусная, сладкая, с легкой кислинкой и фруктовыми нотками. При подкормках способен дать свыше 20 килограмм с одного квадратного метра. В защищенном грунте. Ну, и в средней полосе рекомендуют прищипывать точки роста на 7-8 кислинки. Ну, опять же, я всегда смотрю по погоде. Потому что планируется какая погода в сентябре. Тогда я уже прищипываю. Иногда я вообще не прищипываю. То есть вот растут, они все равно... Ну, правильно, мы делаем прищипку, чтобы вызвали томаты, которые уже у нас есть. Но я, повторюсь, смотрю всегда по погоде, по самому растению. Иногда сами растения уже как бы вершкуются и не завязывают. Зебра желтая. В прошлый год села впервые. Понравился мне. Во-первых, интересный смотрится вот с этими он. Бифтомат тоже, видите, написано. Желтый с полосками. Красиво смотрится. Вкусный. 300 грамм. Так, урожайность у него 19-22 с квадратного метра. Крупноплодный, салатный, польской селекции. Так, средняя масса 250-300. Первые 570. Но у меня таких крупных не было, сразу скажу. Возможно, опять от того, что жара. Полив у меня был ограничен. Потому как у нас такие проблемки с водой нарисовались в прошлом году. И стояла жара. Но, тем не менее, урожайность у меня порадовала. Поэтому, вот, обратите внимание на этот томат. Ароматный, мясистый, сладкий, с легкой кислинкой. Деликатесного вкуса. Вот такая зебра желтая. Ну, я думаю, что многие уже его сели. В этом году купила цыпочку. Но, вообще, хотела рассказать про томат золотой лимон. А томат лиана, у многих он по-разному. Но, вот, именно такой. Урожайность баснословная. То есть, вот, просто он. Во-первых, он до самых заморозков. Но я сейчас, я о нем уже рассказывала. Вот, купила в этом году цыпочку. И думаю, что это будет одно и то же. Вот, специально посажу, высажу рядом, чтобы понаблюдать. Потому что описание в кисти до 40 плодов. Плодоносец с июня до октября. Супер урожайный. То есть, мне кажется, что это будет то же самое. Просто, вот, у разных фирм разные названия. Так, высота метр семьдесят два. Два стебля. Плоды плотные, без пустоты. Интересные, немного вытянутые формы. С носиком. Насыщенного желтого цвета. Сочные, сладкие. Мастой семьдесят сто граммов. На одной кисти формируется до сорока плодов. Сорт непрерывно плодоносится. Июня по октябрь. Для консервации. Целенаплодный, очень хороший. В общем, купила. Но подумала, что это будет одно и то же. А золотой лимон, ну, это фирма у меня. Наш сад, по-моему. Да, наш сад. Когда про него рассказывала, писали комментарии, что, там, цитрусовый сад название, томат, лиана. В общем, разные могут быть названия. Я думаю, что разные фирмы называют по-разному. Но в целом, так кажется, что это один и тот же сорт. Ну, вот буду смотреть. Этот, конечно, цвет вот на картинке оранжевый, он вообще-то желтый был у меня. Желтый именно похож на лимон. И думаю, что будут они похожи. Потому что вот носики даже, вот видите, одинаковые, однотипные. Вот посею. Этот уже семена у меня собраны. Я каждый год уже свои собираю. Чтобы были свеженькие. Хотя у томатов схожесть хорошая. Десять лет точно. Будем наблюдать. Думаю, что будут одинаковые. Возможно, чем-то будут отличаться. Черника. Это мой любимый. Уже собираю свои семена. Но я люблю вот фиолетовые плечики. И когда долго висят, они все могут стать фиолетовыми. Но черников все-таки нет. У него краснота. Вот это где-то на половинку помидора остается. Ну, очень мне понравился. Может быть, кто-то не согласится. Вот так они именно выглядят. Половинка у него фиолетовая. А вот нижняя половинка красная. Но нравится мне. Уже у меня свои семена. Здесь уже, видите, пусто. Собираю свои. Но, тем не менее, картинку оставила. Просто в этот раз не положила. А иногда вот соберу и кладу сюда. Чтобы все-таки иметь представление, как он выглядит. Красивые. Ну, масса 200. Максимальный вот у черники. В основном 150-180. 6-8 плодов. Иногда бывает до 10 доходит. Ну, вот здесь так и пишут. С фиолетовыми плечиками, доходящими до 1-2 части плода. В биологической темно-бордовой с фиолетовыми плечиками. Мякоть темно-бордовая. Очень вкусные. Назначен десерт. Но на мой вкус мне они понравились. Поэтому я вот выращиваю. Собираюсь. Потому что покупала я их. Сейчас посмотрим. Срок до 21-го. Значит, где-то я 18-й и 19-й год их покупала. Вот с тех пор. И весеваю каждый год. Болезням они, в общем-то, не подвержены. Даже фитофтура их обходит. Мне кажется, может быть, я ошибусь. Но фиолетовые в основном так. Беркли, тай-дай, хат. Вот урожайный сорт мне понравился. Но здесь вот 10-12 килограмм с квадратного метра. Но это, опять же, мне кажется, за счет того, что когда какая масса. Вот максимально, видите, 300 грамм заявлено. Но мне кажется, он по урожайней. Плоды с очень яркой и неповторимой окраской. Масса 250-300. Плотные и мясистые. Насыщенный томатный вкус с фруктовым оттенком. Заслужил только восторженные отзывы. Вкус очень хороший. И все-таки я бы его отнесла к урожайным. Возможно, кто-то выскажет свое мнение. Баян. Урожайный томатик. Такой он ребристый. Но не прям вот у него ребра. Вот именно, видите, как в верхней части. Потому что ребристый тоже не всегда для всего подходит. Вот в прошлом году я золотую лукошку. Я про него рассказывала. Урожайный был. Но плотная достаточно кожица. И очень уж он ребристый. То есть салатый, не знаю, как-то не очень удобен он мне оказался. Но красиво смотрится. Так, 300-500 граммов. Это первый, потом помельче. Средний урожайный 16 с квадратного метра. Ну, нормальный. Но достаточно урожайный. Это сорт, повторюсь. Для сорта хороший. И вот в прошлом... Его я съею не каждый год. Потому что вот покупаю какие-то новые. Хочется все-таки... Ну, прям, наверное, я для все-таки для средней полосы. Я хочу, наверное, очень хорошую урожайность. Но, может быть, все-таки найду. Южный вечер. Вкусный, красивый томатик. Великолепный сорт для салатов. Ну, это, опять же, прошлый год. Первый раз я вот их высевала. Конечно, урожайность могла бы быть лучше. Как вот я для себя отметила. Поэтому этот год буду сеять снова. Вот, может, кто-то тоже свое мнение выскажет. Он, значит, его уже можно в теплицу и в открытом. Плоды интересного цвета, мясистые и сочные. Это, я уже сказала, масса 300 грамм. Но это первые, потом 200 в среднем такие. Число камер более 6. Вкус насыщенный, пряный вкус. Очень интересный. Вкусный. Ну, вот он, видите, для потребления в свежем виде и для салатов. В общем, понравился мне сорт сам по себе. Ну, вот, хотелось бы, конечно, я думала, он будет по урожанию. Поэтому буду еще раз в этом году. Мало того, что он красив, сам по себе вкусный. И все-таки я повторюсь. Ну, и вот такой бананчик положила. Потому что до этого я про банановые ноги свой отзыв, так сказать, высказывала. Так вот, хочу сказать, что вот этот сорт урожайный. Урожайный. И довольно-таки интересно смотрится. Мясистый. Прям вот внутри. Мясо, как я всегда говорю. Крупные вкусные томаты. Для нарезки действительно удобно. Потому что они вот такие вот именно длинные, вот как нарисованы. Иногда, вы знаете, доходило до 20 сантиметров. То есть, такие вот они вытянутые. Так, это у меня фирма-то Айлита. Бананчики эти бывают в разных фирмах по-разному. Значит, тоже индент. Томаты массой 110-200 грамм. Ну, 150 грамм вот у них такое среднее, да. 200 грамм, даже может побольше первая кисть бывает. Опять же, если вот высаживаешь, первая кисть-то формируется, фактически закладывается. Она еще бывает, что, как я всегда говорю, в стаканчиках для рассады. Поэтому они такие крупные. Потому что, как правило, подкармливаем, стараемся, да, и опять же высаживаем. И вот этот корм им достается хороший. Поэтому первая кисть, она такая крупная. В общем, вот такие бананчики. Они бывают разные. Но этот мне очень понравился. Потому что длинный. Ну, и вот, хочу уже положила. Вроде рассказываю про урожайные. Но вот этот сорт, реликвий от монахов. Просто, может быть, кто-то покупал. Вот этот сорт красиво нарисован. Мясистый. Это опять фирма Наш Сад. Но вот не удивил он меня. Просто положила. Хочу, может быть, повторюсь, кто-то сеял и напишет в комментарии свой отзыв. Ярко-красный, гладкий, блестящий, вес около 200. Сорт сочный, мясистый, вкусный, сладкий, с ярким томатным запахом. И вкусом выведен афонскими монахами. Хочется, потому что очень урожайный написан. Но вот меня он не удивил. Возможно, вот кто-то выскажет свое мнение. И такие томаты. Возможно, вот кто-то выскажет.